привет друзья извините за мой голос он у меня будет сегодня специфическим потому что я очень простыла после своих процедур я вдруг попала под кондиционер и вот больше трех дней лежала со страшным бронхитом а сегодня голос у меня изменился ну вот я хочу он тем не менее показать немножко вот этот вот красивый такой пансионат это еще один из многих здесь пансионатов в сергеевке вот здесь такие коттеджики как вы можете видеть двухэтажные довольно зеленая зона вокруг вот видите вот такие двухэтажные коттеджи в каждом там четыре номера общая кухня прямо вот и вы знаете пользуется популярностью это место очень много здесь постоянно людей называется чародейка сейчас покажу вам как внутри эти коттеджики что там они из себя представляют ну вот сразу могу сказать есть двухместные есть одноместные коттеджики здесь это очень простенькие и самые дешевые пожалуй которые здесь нужно найти 180 гривен в сутки стоит вот такое проживание в этом коттедже сейчас зайдем здесь вот видите лавочки здесь вот такие вот столики красивые в тенечке можно тут посидеть на природе пообедать можно внутри пообедать сейчас поднимемся и я вам покажу как выглядит вот один из таких номеров вот заходим здесь такое общее пространство видите вот так здесь тоже можно покушать приятного аппетита холодильник вот четыре четыре комнатки таких каждая комнатка маленькая сейчас покажу тоже вот такая только только кровать здесь можно вещи положить ну вот и все и столик общий вот такой вот умывальник туалет и душ такой вот номер стоит 180 гривен ну и потом на втором этаже точно такие же номера это пожалуй самое дешевое жилье хотя здесь можно снять также квартиру частном секторе это будет наверное еще дешевле говорили даже по 80 гривен можно в сутки найти но я не искала честно говоря это у меня осталось время потому что я-то здесь надолго и у меня уже путевка закончилась в санатории в котором я отдыхала и принимала процедуры и вот последние пять дней и я остановилась здесь привет а вы где были мы наблюдали за вами как вы пришли как вы пошли а где я как вы в воду заходили а мы в это время уже одевались ну вот такой я вам показала сегодня небольшой обзорчик того места в котором я сейчас нахожусь сейчас у нас уже пол восьмого вечера солнце село мы пришли только что с пляжа с моря вот меня немножко мне здесь много уже знакомых люди все дружные все общительные вот эта пара подошла ко мне из кишинева мы с ними поговорили но вот так вот проходит день за днем моего отдыха жду не дождусь когда приеду сделаю вам полное видео полный обзор я уже давно смотрю вот на эту пару посмотрите вот они здесь в колесочках парень и девушка вечером и днем держать друг друга за ручки они вот вместе здесь проводят свой отпуск наверное красавчик это девочка или мальчик мальчик дарсюня стой стой иди сюда покажись какой ты красунчик красуля красулечка да ой как хорошо да мы на море ездим каждый год с ним единственное повезло собачке с хозяевами да а мне как с ним повезло это такое чудо да мы только не летаем к сожалению ну вот видите как попридумали я кстати вот не первую вижу такую собачку на колясочке было я помню что по-моему даже большая какая-то кипара твейлера это очень тяжело тоже вот с таким он 6 300 весит он и килограмм коляска но мне тяжеловато так одной с ним ну да он же как маленький его 5 лет я его нашла на руках это вы его вот так вот потом сюда укладываете устанавливаете да хотите снять покажу вам прелесть какая ты моя зайка ты моя зайка ой ты моя зайка он еще в подгузнике да прелесть ты моя прелесть ты моя умничка какой ну молодец ой как хорошо ну 10 ли ну 10 ли у них у всех проблемы у него постоянно я его лечу постоянно вот поэтому памперс потому что может где-то и покакать А вы говорите, грыжа у него или что случилось? Грыжа в полночнике, да, лопнула. Прооперировали, все убрали. И отказали ножки, да? Такая чувствительность минимальная осталась. Ну да, да, да. Лапушка. Солнце мое. Красавчик ты, хорош. Да, только обстригла мама, да, скажи. Так в торопях некрасиво челку сделали. Красивый, хороший. Все самое лучшее. Но ему не сказать, что 10 лет. Он так нормально выглядит, прекрасно. Получается, задние лапы нет. А гулять-то ему хочется. Ну да. У нас есть маленькие колготки махровые. Чтоб не замерзал. Он голенький такой и был? Да, это китайская хохлатая. Вот это все, что на нем, это его волосенки. Ну так немножечко подзарастает. Вот здесь вот пару штучек вылазит. Ну да. Есть у нас такая местная достопримечательность. Здесь, посмотрите, розовый пеликан. Пиля, да? Пиля, пиля хороший, пиля. Вот он отдыхает здесь. Когда он ходит, я не знаю. Тут от деток припрятался. Спрятался вот такой вот. Я его даже боюсь беспокоить. Просто вам показываю. И он сидит тут вот. Спрятался один. Вот такой со всех сторон местный красавчик. Большой. Есть еще вот такие вот павлины. Красавчики. Парочка. Мальчик и девочка. Вот они такие. Здесь еще вот такие вот фазаны белые. Видите? Тоже красавчики. А здесь дальше не пойму. Здесь тоже павлин. Вон он сидит. Видите? Вот еще такой королевский фазан. Сейчас тоже взлетит. Напугался. Да? Вот он. У нас они ходят просто по дорогам. Золотой королевский фазан. Здесь он. Это он полинял, конечно. А здесь он красавчик. Ну, полинял. У него там такой хвост был. А, выронил. Выронил хвост. Растерял. Они полиняют как раз в это время. Растерял, да. Ну, и вот еще такие обычные. Курочки, петушки. Обязательно надо посетить местные рестораны на берегу Лимана. Вот один из таких уютненьких, спокойненьких. Это ресторан или кафе-бар, так скажем, да? Вот здесь в беседке я сяду. Сейчас мне накроют, принесут. Вот такой прекрасный вид здесь на Лиман. Сегодня один из теплых солнечных дней. После череды дождливых дней. У нас сегодня 10 августа. И мой отдых продолжается. В одном из санаториев поселка Сергеевка. Сервировочка, конечно, по-моему, оставляет желать лучшего. И вот этот вот борщ украинский. Вот не знаю, друзья. Но по мне это не борщ, а это свекольник. Потому что здесь, кроме свеклы... И вот такая, видите, сервировка. Столовые приборы только ложку подали, да? Я помню, мы с вами когда-то, когда я отдыхала в Таиланде, смотрели, как там тайцы в своих кафешках сервируют. Я говорила, что всё простенько, всё, так знаете, незамысловато, но и дёшево. Вот наш ресторан в Украине. Я не могу сказать, что он преуспел в плане сервировки и всего остального. Не знаю я. Притом принесла, попросила, чтобы принесли мне, раз уж у них, кроме... Кстати, выбора, кроме бульона с яйцом и вот этого вот украинского борща, больше ничего из первых блюд нет. А я хотела первое блюдо как раз, горячее. И вот дважды мне пришлось спросить, чтобы горячее сделали, потому что принесли вообще чуть тёплый опять. Как говорится, то что тут привередничать, да? Ну, вообще... Не знаю, невкусный. Помню, кто-то меня критиковал за мой борщ, который я варила англичанам. И когда они просили добавку. Но вот этот борщ, по-моему, никто бы добавки не попросил. Кстати, помню, что когда я вот такой показала борщ англичанину своему знакомому, он сказал, что это такое, это вообще есть невозможно. Ну, кому что. Не сказала вам цену этого борща, друзья. Вот тарелка борща 65 гривен. 65 гривен. Сейчас гривна 2.35, по-моему, рубля. Ну, то есть 150 рублей где-то так. Так, тарелочка очень маленькая. Вот такие вот у нас остатки советских времён. Кто жил в СССР, наверняка помнит эту архитектуру. Вот здесь написано автостанция Сергеевка. Всё заброшено. С каких времён и как долго всё это здесь вот так брошено-заброшено. Ну, наверное, когда СССР распался, всё и пропало. Никому ничего не надо. Вот такая вот бывшая автостанция. Посёлок Сергеевка. Это Украина, Одесская область. Вот Чёрное море практически рядом. Посмотрите, там сзади ещё вот полностью недостроенный такой дом. Вот там ещё просто серые возведённые стены. Всё брошено. Никому ничего не надо. Не знаю, кому как. У меня сердце кровью сразу обливается. Я вспомнила свою молодость. Конец 70-х. Начало 80-х. Прекрасное время было. И всё это функционировало, работало. И вот во что превратилось. Ну, а это основная достопримечательность. Вот этой вот деревни Сергеевка или посёлок Сергеевка. Вот такая красивая церковь. Что-что. А на церкви вот находят деньги. Видите? Позолочёные купола. И это же сзади меня вот эта вот разруха. Вот она. Видите? Вот эта разруха, которую я вам показала. И рядом, напротив, вот такая великолепная церковь. Но там ещё жилой дом рядом. Коё-что ещё есть. Красиво на закате. Сейчас быстро у нас стемнеет. А сейчас закат. Я гуляю после ужина. Вот это центральная дорога. Так называемая. Вот там чей-то коттедж. Очень красивый, неплохой. Ну и вот так вот смотрится. Это практически центр вот этой вот деревни Сергеевка. В которой я приехала отдыхать в санаторий, в пансионат. Вот посмотрите, собачки бездомные гуляют стаями. Свадьба, наверное, собачья. У нас так это называется. В основном не местные. Если вам слышно, музыка гремит везде. Начинаются танцы. Тут пансионатов очень много. Дома отдыха и санаторий. Вот я ходила вокруг. Церковь обнесена, как вы видите, вот таким огромным. Забором высоченным. И я пришла к центральному входу. Здесь все закрыто. Сейчас попробую. Может открыто? Но нет. Судя по всему, нет, конечно. Здесь даже все на замке. Надо днем прийти посмотреть. Вообще огромная территория. Очень красивая новая церковь построена. Как обычно. Меня вот это не удивляет. Если говорят, что в России церкви строятся сколько там? Одна или две в день? Получается, что деньги у нас есть только на Бога. На молитву. А вернее сказать, на попов. Это же не Бог. Это попы. Вообще, вот видите, здесь даже цветы у них встречаются. Я бы не сказала, что очень грязно. Так, довольно-таки все чистенько. Видите? Единственное, конечно, что асфальт весь потресканный, покоребленный. Ну, вы знаете, тоже, наверное, ровесник меня. Вот тут немножко латали его. Но это уже мелочи, как говорится. Вот. А вообще, почему все-таки еще здесь какая-то жизнь существует? Еще более-менее что-то существует. Вот за счет пансионатов. Почему? Потому что здесь у них огромный лечебный лиман. Лиман возле моря с лечебной грязью. Это получается сероводородная вот такая вот лечебная грязь. И все едут сюда лечить опорно-двигательную систему свою. Вот именно грязи всех валят и едут. И со всей Украины. А вообще, вы знаете, даже больше людей здесь из Молдавии. А почему? Потому что здесь граница с Молдавией рядом находится. На автобусы ходят постоянно Кишинев, Одесса. Кишинев, Сергеевка. И из Молдавии 150 километров. И люди приезжают сюда лечиться. Ну, они говорят, что у них и в Молдавии есть грязи. Но здесь, потому что море, они предпочитают. А еще, как мне сказали, им дает государство в Молдавии, пенсионерам, инвалидам, бесплатные путевки в эти санатории на 24 дня. Полностью все процедуры и питание. А мы вот купили такую путевку 650 гривен в сутки. Вот тут тоже собачье, видите? Меня везде преследует собачье такое замечательное. И сейчас посмотрим, что здесь. Там какая-то вывеска. Написано санаторий Оризонт. То ли Оризонт, то ли Горизонт. Может, буква Г отвалилась? Да нет, наверное, Оризонт все-таки. Вот такой санаторий. Сейчас узнаю. Красивый какой санаторий Оризонт. Видите, вот. А не знаете стоимость какая? Не знаю. Это вот приходите сюда и все узнаете.